Вот уже 10 лет Татьяна Новицкая прикована к инвалидной коляске. Воспаление легких, аппарат ИВЛ, реанимация и полтора месяца комы. Женщина год провела в окружении врачей. Когда медики сказали, что ходить не сможет, жить не хотелось. Новицкая, ты чего лежишь? А я плачу, рытаю, слезы градом. Он говорит, прежде чем себя жалеть, ты подумай о том, что есть люди, которым хуже, чем тебе. Говорит, тебя провести в соседнюю палату, где лежат те, у кого шансов выжить нет. Если я зайду, ты будешь лежать. И говорит, я даже обход делать не буду. Ну что, мне пришлось в коляску сесть. Да, и на завтра на обходе я его встретила сидя в коляске. 80-летняя соседка по палате научила вязать. С тех пор не дня без хендмейда. Вышивает картины, создает панно из гербария. Готовые работы оценили в Белорусском обществе инвалидов и организовали персональную выставку. Год назад Татьяна познакомилась с участниками клуба «28 петель». Теперь создает одежду для недоношенных. Когда я с ней познакомилась, я была восхищена ею, ее человеческой душевной добротой, ее устремлением к жизни. Героиня признается, несмотря на ограничения, живет полноценно. Встает в 7 утра, приводит себя в порядок, убирается в квартире, готовит обед и ужин. Встречает дочку со школы, а затем сын и муж возвращаются с работы. Я очень мечтала, чтобы мама начала ходить. Обещала, что вырасту, заработаю денег и сама ей эту коляску куплю. В Бобруйском районе живет 741 человек с инвалидностью. Татьяна Новицкая отмечает, в городе заботятся о людях с ограниченными возможностями. Возле магазинов, аптек и почтовых отделений оборудованы пандусы. Люди помогают заехать на каталке в общественный транспорт, работает бесплатное социальное такси. Тем не менее, женщина временно отказалась от прогулок. Последний раз выбиралась за продуктами зимой. Болезнь дала осложнения на легкие. На обычной коляске теперь удается проехать лишь 50 метров. Электрическая подарила бы совершенно новые возможности.